Глава двенадцатая. Великий князь Дмитрий Константинович. Годы 1359-1362. В одно время с великим князем Иоанном Иоанновичем умер и хан Бердибек, быв жертвой своего гнусного распутства, и Кульпа, родственник его, воцарился, имея двух сыновей христианской веры Иоанна и Михаила, обращенных, может быть, римскими миссионариями или нашим епископом Сарайским. Сие важное обстоятельство казалось весьма благоприятным для христиан, но Кульпа властвовал только пять месяцев и погиб вместе с сыновьями, убитый Наврусом, одним из потомков Чингисова сына Тушихана. Князья России явились в Орде с дарами, и новый царь дал великое княжение Дмитрию Суздальскому, меньшему брату Андрея Константиновича, ибо Андрей, как сказано в некоторых летописях, не захотел сей чести. Современники удивились такой несправедливости, рассуждая, что сын и еще меньший не может требовать достоинства, коего не имели ни отец, ни дед его, и что оно принадлежит роду князей московских. Мнение, основанное единственно на обычае. В самом же деле Андрей и Дмитрий Константиновичи были коленом ближе к Ярославу II, нежели внуки Калетины, и малолетство последних также удаляло их от главного престола российского, окруженного опасностями и заботами. Избранный ханом великий князь въехал 22 июня 1360 года во Владимир, к удовольствию жителей, обещая снова возвысить достоинства сей падшей столицы. Он надеялся, как вероятно, перезвать туда и митрополита, но Алексий, благословив его на княжение, возвратился в Москву, чтобы исполнить обет святителя Петра и жить близ его чудотворного гроба. Новгород, не любя и боясь самовластия князей московских, охотно принял наместников Дмитрия Константиновича, а Дмитрий, желая только пользоваться княжескими доходами, согласился на все предложенные ему там условия. В сие время новогородцы не имели войны, однако же старались более и более укреплять столицу. Взяли казну софийскую, собранную архиепископом Моисеем, и поправили каменные городские стены. Духовенство не роптало на такое употребление церковного серебра, рассуждая благоразумно, что Отечество и Святая София нераздельны, и что безопасность первого утверждает благосостояние церкви. Немцы и шведы не тревожили новогорода, но хищный Ольгерт устрашал его и всю Россию, непрестанно думая о завоеваниях. По кончине Иоанна Александровича Смоленского он взял город Мстиславль и Ржев, овладел еще прежде белым, осаждал даже в Смоленске Иоаннова сына, князя Святослава и беспокоил Тверскую область. Россия, с тайным удовольствием в виде междоусобия моголов, в то же время опасалась быть жертвою литовского завоевателя. 1361 год. Царство Копчакское явно клонилось к падению. Сметения, измены, убийства изнуряли его внутренние силы. Один из полководцев именем Хидырь, кочевав за рекою Уралом, пришел на берега Волги, обольстил вельмож Ординских, убил Навруса, царицу Тайдулу и сделался великим ханом. Еще князья наши рабски повиновались сим хищникам. Константин Ростовский выходил в Орде грамоту на всю наследственную область свою, а Дмитрий Иоаннович, внук Давида Галицкого, на Галич, хотя сей удел был куплен Иоанном Данииловичем Калитую. Великий князь, брат его Андрей Нижегородский и Константин Ростовский долженствовали пред ханским послом судиться в Костроме с болгарами, ограбленными шайкою наших разбойников. Князья, отыскав виновных, выдали их и сами поехали в Орду зданию. Но Хидырь уже плавал в крови своей, убиенный сыном Темирхажею. Сей злодей царствовал спокойно только шесть дней. В седьмой открылся бунт. Темник Мамай, сильный и грозный, возмутил Орду, умертвил Темирхажу, перешел с луговой на правую сторону Волги и назвал ханом какого-то Авдула. Явились и другие цари. Кальдебек, мнимый сын Ченебеков, хотел заступить место отца, но скоро погиб. Многие вельможи заключились в сарае с ханом Мурутом, братом Хидыревым. Князь Булак-Темир овладел землею болгарскую, а тагай-бездежский – мордовскую, где ныне город Наровчат. Они резались между собою в ужасном остервенении. Тысячи падали в битвах или гибли в степях от головы. Князья наши не знали, кто останется повелителем или тираном России, и спешили удалиться от феатра убийств. Некоторые были ограблены в столице Ханской, другие на возвратном пути и едва спасли жизнь свою. Юный Дмитрий Иоаннович Московский также находился в Орде, но успел выехать оттуда еще до Хидыревой смерти и мятежа. Мать, вдовствующая княгиня Александра, митрополит Алексий и верные бояре пеклись о благе Отечества и Государя. Действуя по их внушениям, сей отрок объявил себя тогда соперником Дмитрия Суздальского в достоинстве великокняжеском и звал его на ханский суд, чтобы решить дело без кровопролития. Царство Копчакское уже разделилось. Но кто господствовал в сарае, тот казался еще законным ханом Орды, и бояре московские вместе с Суздальскими отправились к Муруту. Вероятно, что сия честь удивила его. Угрожаемый со всех сторон опасностями, теснимый свирепым мамаем и будучи на троне Батыевым только призраком могущества, имел ли он право располагать иными державами? Однако же, представляя лицо древних ханов, Мурут судил послом и признал малолетнего Дмитрия Иоанновича главою князей российских. Для того, как вероятно, что, соединяя знаменитую московскую державу с областями великого княжения, надеялся воспользоваться его силами для утверждения собственного престола. Но как сей хан мог послать только грамоту, а не войско в Россию, то князь Суздальский не уважил его суда и не хотел выехать ни из Владимира, ни из Переславля-Залесского. Надлежало прибегнуть к оружию. Все бояре московские, одушевленные ревностью, сели на коней и выступили под начальством трех юных князей – Дмитрия Иоанновича, меньшего брата его и Владимира Андреевича. Бывший великий князь не ожидал того, по крайней мере, не дерзнул обнажить меча и бежал в Суздаль. А Дмитрий Московский занял Переславль, с обыкновенными обрядами сел на трон Андрея Боголюбского во Владимире, жил там несколько дней и, возвратясь в Москву, распустил войско, ибо не думал гнать своего предместника, оставив его спокойно княжить в уделе наследственном. Таким образом, слабая рука двенадцатилетнего отрока взяла-кормила государство раздробленного, теснимого извне, возмущаемого междоусобием внутри. Иоанн Калита и Симеон Гордый начали спасительное дело единодержавие. Иоанн Иоаннович и Дмитрий Суздальский остановили успехи онова и снова дали частным владетелям надежду быть независимыми от престола Великокняжеского. Надлежало поправить расстроенное Симе двумя князьями и действовать с тем осторожным благоразумием, с тою смелую решительностью, коими немногие государи славятся в истории. Природа одарила внука Калитина важными достоинствами, но требовалось немало времени для приведения их в зрелость, и государство успело бы между тем погибнуть, если бы проведение не даровало Дмитрию Пестунов и советников мудрых, воспитавших и юного князя, и величие России. Продолжение следует...